Дорогие мои, всем привет! В общем, мы не удержались. Новинок в магазине вот столько. Мы решили вам все показать. Потому что, если мы это отложим еще на позже, это уже будут не новинки. Пойдем. У нас стандартное место для новинок. Пледы мандаринрос. Есть еще бирюза и есть еще розовые. Такие хорошие фрисовые пледики, мягенькие, тоненькие. 249 рублей. Уже недельки-две как продаются, в Саранске уже оценили. Жесткий свет. Ну, как есть. На самом деле, они более мягкие, да, по цвету, не такие? У нас снова новый диванчик. Книссы ярко-синий. Есть серый. Был в ассортименте желтый, был в ассортименте оранжевый. А, кстати, и у серого-то тоже обивка изменилась. Я вспомнила, говорю, они же были эти, велюровые, в клеточку. А сейчас другая ткань. Вы нас хоть и просили артикул вставлять, ребят, но, увы, это пока не вариант. Так, ну, это все мы показывали. Новые чехольчики гурли. Вот в таком темно-изумрудном цвете. Ну, я не знаю, как бы, по какой причине вообще выпустили целую линейку. Есть просто не темно-зеленые сатиновые, прям бешеный цвет. Вырви глаз, по-другому не скажешь. Гурлики зеленые. И, кстати, помните, вот тут дебаты у нас были, да, горли мусор собирают, ребят, ну, такие яркие цвета. Если какие-то нейтральные, там, бешку берете, светло-серые, ну, более нейтральные, не так мусор заметен. На таких насыщенных, да, мусор заметен. Нашли новые стулья. Причем, смотри, делится комбинация на сидение, на основание и на комплект подлокотников. Ну, молодцы, да. Я сяду, сейчас я посижу. Серый. Сейчас по ткани все скажу. Вот такой вот серо-белый. Смотри, внизу чехол. Вот все. Ну, уж как есть. Вот, смотри, как все отстегивается. То есть, основание скрыто. Здесь еще один замок. Дим, ты снимаешь? Да, внутри все закрыто. Тканька хорошая. Слушайте, прям, ну, это вполне. Десять тысяч, вот если без вот такой цвет, без подлокотников. Ну, давай. Так, еще голубой. Голубой есть. У нас вот такой живет. И дома, и в офисе. Мы буржуи. Дим, удобно. Он компактный. И знаешь, чем удобен? Вот у Маркуса я сижу за компьютером обычно вот так. Маркус для меня глубокий. А здесь... Ну, прям легкий. То есть, вот тут... Да? Да? Сейчас маленький сейчас. Наверное. А, и мне почему неудобно? У меня Маркус в этот, в стол упирается. Ну, вот это мне не очень нравится. Прям короткий. Хотя вот подросткам... Ну, знаешь, вот Маркус все-таки это рабочее. Да, прям вот рабочее-рабочее кресло. А это вот что-то среднее между рабочим креслом и таким вот креслом, да? Для дома. Да. Ценник, конечно. Блин. Ну, классный. Тканевый. Все снимается. Регулировочка. Тут все прорезиненное. Ну, облежите, облежите, да? Спинка нет особо. Что, она только отрегулируется? Давай. Давай вот так сделаем. Только один рычаг я вижу. Подожди, здесь какое-то колесо есть. Нет. Ну, чисто от эстетика. Да. Дороговато? Да. Какая красная цена? 8. 8? То есть, чуть-чуть это. Ну, как обычно. Сначала ценник кинут, народ хавает, значит, продает. Я бы видел, если бы она хотя бы назад откидывалась. Хоть какие-то регулировки дополнительно были, да? Крестовина, например, тоже другого цвета была бы. Белая, допустим, да? Что можно... Ну, да. Только это 2 стоит, а это 12. А Маркус 14. Ну да, вот ткань классная. Просто как бы взгляд зацепился. Новая. В общем, поспорили. Нам опять сейчас скажут, что мы демагончик там развели. Не обращались. Спорим, да. Ну, ребят, спорь рождается истина. И ломаются микрофоны. А мы нашли еще одну новинку. Никеби. Напольная вешалка красная. 80 на 170. Стоит 4 тысячи. Ребята, чем понравилось? Во-первых, универсальностью. То есть здесь и полочка, и можно вот эти вешалки, да, плечики куда угодно. Ее не обязательно ставить в угол. Ее можно поставить в центр комнаты. Ну, не в самый угол запихивать. Интересная, необычная штучка, да? То есть обыграть можно по-разному. Вот такая прямая, так плотненькая. Удобряю. Готов? Бубнинка. У Никеби есть еще и комоды. Вот такой красный комод. Размер 84 на 70. Стоит 7 тысяч. Стандартные железные направляющие. Такой комодик. Ну, прикольно. И вот такой еще зеленый. Маленький стоит. Так, цвет только серо-зеленый стоит 5. Тут и тумбочка. И смотрите, вот такая акция в нижнем. Не знаю, сколько, конечно, осталось. Комод Норли. За 3 500 вместо 11. Кому надо, забирайте. У Норли все-таки фурнитура классная. То есть они прям вот шикарно ходят. Девчонки, новые нагрудники Мотеба. Мальчишкам это не актуально. Отличаются от предыдущих. Те, кстати, выходят из ассортимента. Здесь теперь не липучка, а клепка. Цвет вот такой розовый девичий, да? И мальчишки синий. Честно, не знаю, по какому принципу. Вот я бы еще сделала лучше по одного цвета. Ну, допустим, у меня мальчик, мне розовый нагрудник куда? И наоборот, да? Ну, если девочке еще можно, ну, в общем, так вот. Ну, прям такой коралл-коралловый. Цена 149 рублей за две штуки. В детячем отделе новые игрульки. Набор рулетиков 600 рублей. Вот так выглядит в упаковке. Сейчас покажу. Значит, смотрите, это получается у нас формочка. Формочки вот такие рулетики. Рулетики еще и на липучках. То есть фантазия, да, у детеныша. Как хочешь, играй. Вот таких четыре рулетика. Почему-то один синий. Кисточка. И вот такая вот формочка. И вот такая вот. Ну, почему-то нет ее на выставке. Дощечка. Пицца. Набор 24 предмета. 700 рублей. Получается раз-два. А, слушайте, это пиццу можно сделать, да, получается? На кусочек можно начинку. Прикольно. Надо ли он купить такую? Такая плотненькая и не ломается дощечка. Вот он. На сайте, кстати, я этого еще не видела. Надеюсь, что в ближайшее время появится. Потому что здесь вот, ну, грибочек, рыбка, какие-то овощи, типа кетчупа. Не совсем понятно. А, вот, смотри. Вот интересно, да, прослойка, как кетчуп. И дальше уже вот пицца с ананасами, типа маргариты с тунцом, да? Мандаринки других цветов. Нежная, розовая и голубая. Уже, кстати, брали девчонки на выписку. Говорят, хорошо, детеныш заворачивается. То есть, ну, когда конверт не нужен, теплый, да, особенно. Ну, какое сейчас лето, тут и конверт теплый нужен. В общем, все мандарины мы вам показали. Цена такая же, 249 рублей. У любимых ножей Верды, сейчас Дима мне объяснит, что это такое, появился набор траншерные, вилка и нож. Для мяса? Для мяса? А, ну да, а почему траншерные? Я закупил такую такую. Дима бывший повар, поэтому вопросы к нему, но он говорит, не знает, что так. Бывших не бывает. Бывших не бывает? Ну, не знаю, дома у нас бывший повар живет, который не готовит. В общем, вот такая штука появилась, 1300. Ну, Верда, вообще линейка классная, мне очень не нравится. Мы вам уже по ним обзор снимали, так что, я думаю, все его видели. Новый закрывающийся пакет и бомсик. По плотности, друзья мои, как и стат, даже я бы сказала, поплотнее. Я уже затестила, у меня дома есть. Да что, знаете, куда мне понравилось? Трусики-майчики, носочки на неделю в садик, да? Ну, я правда, Аленке разложила, да. То есть, сразу разложил, когда постирал, сложил. И в шкаф на вешалку развесил. Удобно доставать, не надо заморачиваться, что там к чему подходит. Но это к тем задротам, таким, как я. Продается вот в такой пачке, вообще, в принципе, позиционируется под макароны. Но это уж тут каждый сам решает. 2 литра 20 штучек. 129 рублей. Я вечно забываю цену говорить. Ребят, нашли такую штуку, хоть и новинкой не является, но давно на них. Вообще, честно, подзабыла про них, что они есть. В линейке Икея 365, то есть, такой вот набор для подачи, да, для сервировки. Черпачок, ложка для торта, либо там для горячего. Еще одна ложка глубокая и большая вилка. То есть, эстетично, красиво, на подарок можно. 1000 рублей такой наборчик стоит. Сделано у нас все это из нержавейки. И сделано все это в Китае. Ну, в принципе, для посуды это стандартная Икея. Ой, мы еще одну красоту нашли. Миска энтузиазм. Энтузиазм? Правда, что ли, энтузиазм? Энтузиазизма, энтузиазизма. Так. Нет, Дим, ты не угадал, в Таиланде сделано. Четыре мисочки. Смотрите, они все разные. Такие вот выбитые цветочки. Здесь вот такие. Тут у нас полоска. Вот такая полоска. Точечка. И точечка. Дим, давай купим? Купим. Давай. Ты себе на стеллаж поставишь. Годнота. Диме понравилось. Вот так. И вот так. Ну, давай сегодня. Пацану решаем. Тысяча. Потом купим, да? У энтузиазма есть еще четыре кружечки в наборе. Ну, правда, тайская, да? Прям вот. Пупырка, полоска. Пупырка, цветочек. И вот такой цветочек. Такой наборчик 900 рублей стоит. Ну, посмотрим, как обычная распродажа у нас растет. Миска. Дрюмбилл, 15 см в диаметре, закаленное прозрачное стекло. Набор 600 рублей из четырех штук. Сделано во Франции. Сейчас посмотрим детально. Ну, честно, я не любитель, когда продается вот так вот набором. Одну мисочку разбабахала. Вот здесь все. Пупырка. Вот это пупырка. Все у меня в пупырках, да. Ну, как это назвать? Пузырики? Выступы? Ребята, как назвать пупырки? Придумайте мне синонимы. Избавьте меня от слова паразитов. Думаю, вы уже знаете, что линейка АРВ нас покидает, и на замену приходит очень красивая линейка у плага. Вот такие вот мисочки. То же самое практически, что у АРВ Кройшек. Сделано в Румынии. Десертная тарелка 200 рублей. Большая тарелка 280. Дима, не буду снимать, покажи блюдо. 800 рублей. И вот такая еще тарелка. 279 рублей. Там еще рувис можно красиво собрать. Еще кружек в пару. Слушайте, мысли материально такие же кружки. 200 рублей кружка. И сейчас рассмотрим. Так, сделано у нас в Румынии палево-шпатный фарфор. 350 миллилитров. То есть можно собрать прям такой вот красивый сервис. Изящно, да, вполне сделано? Тарелочки мне понравились. Тебе как? Спросили мужчину про посуду, да? Ну, я сегодня не точно что-нибудь домой увезу. Норби. 730 миллилитров. Литр почти. Можно бульон, да, из этой чашки хлебать? Кто любит чаевничать? Да, кто любит чаевничать такими объемами? 450 рублей. И Норби. Светло-зеленый. Красивая мята. Смотрите, какой оттенок. И сейчас покажу на примере фэрингрика. Эти фэрингрики подорожали 169 рублей. Вполне схожи, да? Папина. Детская. Такие вот новые занавески сиреневые в полоску появились. Практлока. Язык сломаешь. Значит, 300 на 145. Полиэстер из переработанного материала. На просвет. Это изнаночная сторона. Это лицевая. Переходы все сиреневые сейчас в моде. Поэтому обновить спальню либо одну из комнат вполне адекватно по деньгам получается. Еще новинка подушки. Крокус лилия. Господи. Сломай язык. Ну, это стандартные, да, подушки. Они выходят каждый год в разных цветах. Крокус лилия. Крокус лилия. Ну, кстати, не так глобально сыпется, как раньше, да, сыпались такие. Здесь у нас полностью прорезиненные хорошие основания. Сделан в Индии. Размер 40 на 60. Главное, что не сыпется, потому что обычно из этих ковров прям вот высыпается, на чем свет стоит. Новые подушки. Скок слег. Я не знаю, почему теперь не упаковывают в рулоны. Подушки вот так теперь идут. Главное, не забыть мои шторки. Вот способы. Показаны способы, как спать на подушке. Главное, в холодильник не ложите. Чехол несъемный. Неплохая плотность. Ну, вполне пружинит. Мне нравится. Я вот люблю такое. Не сильно плотное, не сильно мягкое. Ну, посмотрим, как будут скатываться. Не будут здесь. Чувствуются мелкие шарики. И как на нее наволочку. Два лабочные. Дырка. Тогда уж да, или бы съемный чехол. Постелю, кстати, больше всего новинок. Варель сиреневый цвет появился. Икею потянула на сиреневый, да? Шторы. Покрывало. Ну, сварили там знакомо все. Три 500 стал готовить. Место 1999. Пипец. Маленькое 1700. Че, ребят, ценник растет. Печалька, конечно. Ну, не будем вдаваться о грустном. Все и так об этом знают. Акс Вероника новая появилась. Зеленая. Давно ее ждали. 1700. Лоскутный зеленый. То есть, стандартная с Вероником. Здесь у нас вот такие елочки. А здесь лес. Очень удобно, когда дома маленькие детки. Холодный пол. Можно вместо такого вот коврика. Ну, не коврика, а поверхности, да? Где ребенок может по полу. Пойдем постель новую показывать. Отличить новинку. Вообще, отличить новинку от не новинки в Икеа сложно. Потому что шарик роженький. Новинка может висеть до полугода. Вот такая вот абстракция. Радужная. Да, сейчас в пачке найду. Вот она. Кстати, в пачке она прям грязная какая-то смотрится, да? Ну, такую странную, наверное, неудачно постелили. Внутри она полностью, ребятушки, мятная. А вот лицевая часть такая. Наволочка тоже такая. Сейчас посмотрим, что у нас по ниткам. Значит, за односпалку просят сколько? 1700, за двушку 2200. Сделано в Китае. Блин, а вот количество нитей не пишут. Количество нитей есть только на сайте. Здесь нету. Под шторы есть комплект постельного белья. По ощущениям есть в составе лиоцел. Да, хлопок и 15% лиоцела. Односпалка 2000. Двухспалка 2500. Дим, давай как-нибудь покажем. Одинаковый со всех сторон. Плюс вот такой вот кантик. Ну, когда лиоцел добавлен, постелька всегда очень нежная. Брускилл мы вам уже показывали в предыдущем обзоре. Так, по простыням. А, простыни нового цвета есть. Истраивает отдел с постели, поэтому у нас тут бомбежка. Рандгросс. В сером цвете. Ну, кстати, еще лучше, да, цветовое сочетание такое было? Серьезное. Серьезное. Красивое. Так, это было. Вот еще новинка. Скукбрека. Кстати, подушка черно-белая, которую мы вам показывали. Хорошо под нее пойдет. Сделана из хлопка. Ну, думаю, здесь стандартный хлопок. Предварительно по плотности вижу. А, кстати, в Турции. Не Китай. Кому принципиально. По плотности похоже на 152 нитки. Надо посмотреть на сайте. Люк Тесмен. Неттесмены выходят, и их заменяют люк Тесмены. Далеко. Пока дотянемся. У наволочки будет теперь хвост. То есть не просто стандартная наволочка, а вот с этим ответвлением. Здесь у нас леоцельная нитка. Мне кажется, 100% леоцел. Нет, 60% хлопок, 40% леоцел. Вид отделки окрашены. Сделан в Казахстане. А, кстати, у казахов часто бывают косяки по размерам. Простынь, например, метр сорок. Фактически чуть ли не до метра восемьдесят одевается. Имейте это в виду. Если вам такое попалось, сдавайте в магазин. Это брак. Лютосмен зеленый. Вот как простынь. Все то же самое. Сейчас посмотрим, кто произвел. Тоже братья казахи. Ребята, Дим, покажи камерой. У нас целая линия подушек в клетку. Давайте разбирать, что, где, зачем и почему. Ну, я залезла в середину. Так, здесь. Сторожи. Мьелк-лока. Сломай язык. Две тысячи. Чехол съемный. Нормально видно? Хороший кусок пенополиуретана. Здесь дырки. То есть это все дышит. Так, по ощущениям. Оставьте меня спать. Классно, удобно. Не жестко. И воздух из нее выходит. Ну, опять же, наволочка. Вот на этой синтетюшке я не буду спать. Производители. Сейчас посмотрим, кому руки-то оторвать. Нитки кругом. Пенополиуретан с эффектом памяти. Сделано в России. Эх, а-та-та. В общем, как хотите. Тут либо замок ломать, либо вычищать. Нет, застегнула. Моя лендушка. Клуб в порге. В тепле этот материал становится мягче. И точнее повторят естественные изгибы тела. Мягче. Воняет. Подложил. А? Я к ним подложил. Наши легкие. Возвращается. Дима. Дима, хомота трамвайная. А, вот смотри. Показываешь? Вот это термо. А, что нравится, во всех вот этих подушечках есть перфорация. То есть здесь все насквозь дышит. Носик. Носик у подушечки есть. Носик. Размер 65 на 43. То есть наволочка 50 на 70. Сюда. А нет, наволочка 50 на 70. Все сюда вполне уместится. Сделано в России. Да. Розенкстерм. Ролейки... Розенкстерм. Ролейки теперь не будет. Вместо нее вот такой розенкстерм. Сейчас. Мне мои занавески мешаются. То есть это ролейка только в профиль. Вот все то же самое. Ну, добавился вот этот вот съемный чехол, но наволочка-то в любом случае надо, на нем не будешь спать. Пока же его крупно, что это прям вот голимая-голимая синтетика. Как чехол, да, я не спорю. Ну, не как наволочка на подушке. Эргономичная подушка. Дарится он, как у младенца. Очень прочитал. Практвет. Вот она, наверное, большущая. Слушай, производители поменялись. Теперь что? Теперь подушки у нас в вакуум не будут, да? Вот здесь, кстати, уже хороший хлопковый чехол. Ну, блин, она и стоит 3500. Вот она. А, уже в наволочке. Не залезешь, не подлезешь. Не знаю, на всю семью подушки купил. 3500, 3500. 7? Это шарак перешел. Это шарак перешел, да. Ой, смотри, здесь что у нас. Значит... Сказки не рассказывает. Нет, сказки не рассказывает. Владик поцелует. Мягкий слой пенополиуретана, но хорошо восстанавливается. Дальше. Чехол. С наполнителем дополнительным. То есть, фактически, две подушки в одной. Хотите помягче, делайте так. Хотите... Ну, поняли, да? Другое ощущение. Убирайте. Так, мы сейчас куда-нибудь пришурупимся. Ну, тоже хорошо голову держит. Ну, еще бы за 3500 голову не держала, да? Ну, и последняя из чудо-клетчатых подушек. Рум с мальвом. 800 рублей. Вот такая форма. И здесь у нас шарики. Наполнитель. Ой, тонкая. Не знаю, наверное, вот кто вот так любит обнимать подушку. Кто вот, наверное, вот так подушку любит обнимать? Ну, и под шею, соответственно. Эргономика. Я вас обманула. Предыдущая подушка из кокс-лёг. Мы ее уже смотрели. Рус-мальм это вот. Это раньше банблат называлось. В общем, здесь у нас... Дим, подойди, пожалуйста, а то мы тут соскальзываем. Здесь у нас кусочки пенополиуретана. В чехол запакованы. Новые черно-белые полотенца. Двухсторонние. Кинэн. 500 грамм на метр квадратный. Хорошая полотность, друзья мои. Черно-белые. Сейчас найду в упаковке. Хочу посмотрим, кто произвел. Китай произвел. Шторка для ванны такая же появилась. Потом дальше Экольн. Заменили такую мяту. Заменили вот на такой ярко-зеленый. Для меня спорный цвет. Бешеный. Ведерко появилось под мусор. Если там просто заменили цвет, раньше таких ведерок не было. То есть можно общую такую, да, для ванны собрать. Вакшоны зеленые в цвет есть. Вакшоны по цветам мы вам уже показывали. Повторяться не будем. Подставка для карандашей и рисунков. Мелик хет. Вот как это производитель заявлять должно выглядеть. Ну, получается, да, вниз карандаши сложили. Наверх все бумажки для записи. Ну, это такая подростковая линейка. Из этой же серии вот такие стаканчики для канцелярских принадлежностей. Ну, вообще, это набор из трех коробок. Использовать можно под что хотите. Здесь тоже есть разделитель. Кстати, подушка этой же линейки уже давно у нас в продаже есть. Ну, в Икеа, я имею в виду. У нас одна клиентка берет уже не первая. Она шьет на нее чехол. И это большой валик на диван. На нее вторую она берет. Так, мы накопали вам еще одну новинку. Сусиг. Пробка. 45 на 65. Такая вот подстилка на стол. Диме она понравилась. Ну, смотри, видишь, то есть она будет вот ломаться. Ну, да. Не знаю, как насчет этого. Пейла. А, нет, да. Пейла появились новые разделители. Это вот старые линейки. А это новые появились такие маленькие. Появилась вот такая корзина для бумаг. То есть как бы она такая условно новая, условно старая она уже была. Ее просто расширили. Полки Свенскульд были до этого в золоте. Сейчас появились точно такие же матовые белые. Очень удочные полки. Видите, да, то есть расположить можно как угодно. Сложить все, что угодно. Белых на самом деле не хватало. Полочка такая универсальная. А, полка, лак, маленькая подбеленый дуб. Наконец-то появилась. Мы ее дождались. Столько лет ее просили в ассортимент. Теперь она появилась. Декоративная коробка Ланг Мой. 400 рублей. Я почему сначала летела, думала, что она там крутится, вертится. Нет, ребят. А, хотя нет. О, прикольно. Раз. Два. Но крышка одна. В общем, для всякой теребухи. Места мало занимает. Железная. Так, дальше. Вот такие вот комодики. Раньше они тоже были. Назывались по-другому Ланг Мой. Плотненькие, кстати. Хороший такой картон. Здесь пластиковый. Пластик. Видите, даже живая. Прокестили. Пластиковые отверстия. 500 рублей стоит такой комодик. Для всякой детской теребухи. И не только детской. Вполне симпатично смотрится. Так, это мы все уже показывали. А вот новые ежедневники появились. Я люблю икеевские ежедневники. Папочка Ланг Мой на резиночке. Тиена такая же. Ну, кусок тиена получается. О, смотри, какой ежедневник. Тоже Ланг Мой. Нет, это обложка для тетради. Что-то дорого. 250 рублей. Ну, это, получается, под икеевские вот эти вот тетрадки. Обложка, чтобы не салилась. Ой, пойдем новую систему хранения найдем. Она должна где-то быть, я знаю. Еще одна новинка в разделе хранения. Лакисар. Сумка для хранения. Размеры такие же примерно, как у скубов. Пойдемте еще. Они разного размера, покажу. Такая вот большая, тысячу. Вот эта стоит 800. И вот еще одна, 799 рублей. Давайте вот на ее примере и рассмотрим. Чем отличаются от предыдущих? Во-первых, очень плотная ткань. Мне кажется, даже слышно на камеру, да? То есть, прям как резент такой. Много перфорации. Такие усиленные ручки. Хвостики с веревочками. Знаете, такой мини-чемодан. Здесь все прорезиненное. Такие, потому что вполне можно в качестве суммы... Ну, вполне можно в качестве такого чемодана в машине использовать. В общем, от 800 рублей до 1003 размера. Продаются вот в таком виде. Так, свернутые. Друзья мои, ну, нету системы хранения новой. Она уже есть в магазине, на складе, но будет на выставке через неделю. Поэтому мы вам с горя все картины покажем. Стэнсхольд. Доска для записи. Полторы тысячи получается. Где, мне кажется, можно самому сделать? Два листа оргстекла. Резинка. И листок. Я в том же два листа оргстекла. За что здесь деньги-то? Не поняла. Содерграм. Очень напоминает экран для батареи. Пойдем новую картину показывать. Картины новые, красивые. Холст. Бьоркста. Розовый пион. Сам холст стоит тысячу. Если у вас уже есть рама, можете поменять. Красивая, кстати, печать, да? Обновить. Да, правильно, Дима говорит. Обновить. Нет, давай вот прям пусть по полкам. По полочным, по полочным, по полочным. Так, вот такие вот постер-бильд. 300 рублей. Ну, здоровые. Размер какой сказать? 61 на 91. Это как у тебя мастерской, девушка, висит? Так, вот такой лес. Бьоркстон. Холст 1500. Это прям сказка какая-то, да? Хотя нет, вон, иероглифы. Япошки. А может, китайцы? А может, китаёшки. Мои штуры. Потом почитаем. Стиль чего там? Японская волна. Акварель. Японская волна. Дальше новая картина. А, нет, холст вершины по акции. Мне, кстати, 600 рублей сейчас. А мне так вот на ремонт. Да. 2000. Маски называется холст. Еще новый холст. Мечта. 2000. Еще новый холст. Как я подозреваю, лес. Нет, солнечные лучи. Ой, смотри, какой ковыль красивый. Да, прям вот такой это. Степь, да? Песчаные дюны. Ну, степь. Степь и море. Лань. Не хватает. Мишек. Да. Так, новые тоже. Этот мы уже показывали. Девушка в цвету. Сними, пожалуйста, ее прям вот. Просила ее клиентка. Такая вот барышня. В принципе, на сайте соответствуют глазоньки. Глазоньки мы уже показывали. Пейзаж в бежевых тонах. Пол Дункан. Эти яйца уже показывали. Картина из двух штук. Пастель получается. Вот, раз, два. Две барышни. Так, еще одна корзина. Нормально. Розовый неон. Ой, смотри, как красиво. Смотровая площадка. Вот. А, и вот последний, и все. Мост. Слушай, ну хоть картины возвращаются, да? Выбрать есть из чего. А то было раньше две-три картины. Так. В общем, очередной обзор по новинкам мы вам подготовили. Смотрите, пишите комментарии. Если у вас уже что-то живет дома, с удовольствием прочитаем ваши комменты. Фотографии рады будем видеть. Подписывайтесь на мой инстаграм. Не забывайте. Личные вопросы все туда. Вообще, если хочется просто посмотреть, чем мы живем, заходите в инстаграм. Потому что ВКонтакте страница строго рабочая по доставке Икея. Вот на классиках, честно, бываю редко. Сейчас начала в Фейсбуке появляться. В общем, в любой соцсети найдете. Всех люблю. Спасибо за просмотр. Спасибо, что доходили с нами до конца. И до новых встреч.